Суламанидзе Марлен Андреевич Мы, можно сказать, придумали методику подтяжки птоза мягких тканей лица, тела методами, нитями с насечками. Назвали их аптоз, потому что это антиптозис, против птоза методика, и поэтому антиптозис, убираем некоторые буквы, вот вам и аптоз. Мы запатентовали этот метод, самый первый, и далее в течение следующего периода, то есть 96-го года, целых 35 штук продуктов мы создали, разные методики, и практически все запатентованы. Около 18 патентов, из них 7 только заграничных, остальные российские. Значит, методики аптоз в основном своем применяются при старении лица, то есть тогда, когда появляются морщины, когда появляется опущение мягких тканей лица. А это наблюдается в разном возрасте. Есть молодые пациенты в 30-35 лет, когда в результате каких-то генетических проблем или жизненных, ситуационных проблем возникают эти неприятные эстетические проявления, и уже с этого периода можно начинать их лечить. Лечить как? Без разрезов, с помощью проколов, с помощью игл и нити, поднимать те мягкие ткани, которые опустились, а также расправлять морщины, которые появились. А верхней границы возраста не существует, потому что есть лица, есть пациенты, которые даже в 70 и более лет выглядят именно так, как можно, так что можно, имеют показания для того, чтобы применять все методы аптоз. Надо сразу сказать о том, что методы аптоз – это промежуточное между большой хирургией, между хирургией по подтяжке лица, такая как круговая подтяжка, фейслифтинг, которые могут иметь различные серьезные последствия, осложнения. Вот между этой большой хирургией и практически неинвазивными методиками, которые представлены методами дерматокосметологии. Так вот, методы аптоз – это промежуточный вариант. То есть, нитями нельзя достигнуть тех радикальных, серьезных результатов, которые может достигнуть круговая подтяжка, фейслифтинг. Но в то же время они гораздо лучшие результаты дают, результаты омоложения, чем дерматокосметологические. Поскольку, я уже сказал, до 35 различных методов аптоз, нитевых подтяжек, нами разработаны, мы их применяем, то надо сказать о том, что есть самые легкие процедуры, которые дают очень легкую, быструю реабилитацию, при применении которых в течение 3-4 дней наступает так называемая промежуточная реабилитация, когда пациент может нанести макияж и быть социально активным. То есть, незаметно, что была проведена какая-то манипуляция. Есть такие серьезные нитевые подтяжки, которые требуют более агрессивного вмешательства. В этом случае всегда надо иметь пациенту 10-12, а то и все 14 дней. Мы счастливы тем, что мы придумали эту методику, и что она стала востребована не только в России, но во всем мире. И что уже миллионы женщин к нам обращаются, к нам, к нашим ученикам, не только в России, но во многих зарубежных странах, а мы вообще обучение проводим по своим методикам в 56 странах мира. И мы рады, что пациенты счастливы, что к нам обращаются уже их миллионы таких пациентов. И наше желание в том, чтобы появились последователи, те, кто сделает лучше, чем мы, придумает лучшие методики, разовьют методы АПТОС так, чтобы пациенты были еще более счастливы.